Праздник Крещения Господня в ближайшее воскресенье отмечают православные люди. У Крещения множество традиций, одна из которых особо любима даже теми, кто не считает себя верующим. Сотни жителей Бурнаула 19 января будут окунаться в проруби. При этом далеко не все понимают, для чего они это делают. Порой совершают подобное, что называется, наспор. Традиционно в преддверии праздника мы приглашаем к нам в студию представителей церкви, медицинских работников. Но сегодня я решила от этой траницы отойти. У нас в гостях специальный корреспондент Комсомольская правда Бурнаул Марина Кочнева. Марина, здравствуй. Здравствуйте. Ну, естественно, пригласила тебя к нам в студию не случайно. Ты регулярно совершаешь обряд омовения. Прежде расскажи, ты вообще верующий человек? Ну да, я верующий человек. Это идет из детства или к вере ты пришла уже будучи взрослым человеком? Нет, да, я пришла к вере взрослым человеком, уже очень взрослым человеком. Просто случилось так, что однажды прошла крестным ходом, вот до Коробейниковой. Ну и тогда, если раньше просто был крещеный, то сейчас я бы назвала себя верующим человеком. Ну, не таким вот воцеркленным, но зная, что что-то там существует. Когда совершила первый обряд омовения в проруби? Ну, вот это было, конечно, еще до того, как я себя бы назвала верующим человеком. То есть наспор? Нет, это было не наспор, я просто беседовала с очень прекрасным художником Алексеем Дрюлевым, Царство Небесное, и он рассказал историю, как однажды его друг отучил от спиртного. Он проснулся и говорит, сейчас я тебя опохмелю, вызвал на улице, его ведро воды студеное на него опрокинул, и все. Я, говорит, с тех пор, говорит Марина, я поняла, это самый-самый вот этот вот драйв. Мало того, чтобы протрезвел, да, и он надел на себя вот эту вот ленточку и побежал, и в проруби купался, и я решила, думаю, пойду-ка я, вот после разговора с ним, был такой день прохладный, и я подошла, значит, к этой проруби, и тогда еще это было до того, вот всех этих новомодных, вот когда вот сейчас на Аби выстраивается километровая очередь, тогда еще такого не было, вот они редкие моржи туда заныривали, и я вот когда окунулась, я помню вот это чувство, вот это, вот у тебя все эти, как будто вот молекулы твои, одна там, допустим, до этого в организме так, другая где-то так бегала, они как будто бац, в какую-то симфонию выстроились, и на тебя, и вот по всему телу какой-то такой электрический ток, такой стройная, то есть после этого я стала окунаться, вот сейчас не знаю для кого как, вот это грехи там смываются, не грехи, я как будто от хлама в душе освобождаюсь, то есть в этот момент вот это случается. Ну вот первый вот обряд был совершен именно в крещении или в обычный день? В обычный день, да, а потом я стала окунаться в крещении, и это добавляет вот хрустальность этому событию, то есть когда колокола звучат, когда, ну, мне кажется, в этот момент даже вот когда год назад мы шли в кислухе, в какой-то момент даже какие-то там облака иначе плывут, вот эти звездочки, ну, вот такая пастораль, и, ну, как будто вот что-то тебе ангел шепчет. Готовишься ли ты к празднику в целом, не вот к этому обряду окунания? Ну, будем честными, я не готовлюсь к этому празднику, я жду этого праздника, вот как вот сейчас вот этот январь, да, эти новогодние каникулы, это куча праздников, это вот какой-то ты такой ходишь, такой толстенький, и вот тебе хочется вот вот закунуться в эту купель, в эту иордань, и вот такой начать новую жизнь, вот этот вот ты выпрыгиваешь, как лягушка, и начинаешь. Марина, ты наверняка знаешь, что вот омовение в купели, это не самая главная традиция этого праздника, и даже священнослужители говорят, что это даже не обязательно делать, это больше народная традиция, ну, уж если народу нравится, то пусть себе куряются, куряются, и вот все же, почему так много людей приходят в прорубь? Ну, я думаю, что, знаете, здесь два объяснения, во-первых, мне кажется, что это немножко у нас любят быть в народе, и в какой-то момент ушло, допустим, 1 мая, там, демонстрация, и люди теперь... То есть это повод встретиться? Да, повод встретиться, иногда, значит, там же с водочкой идут, прости господи, это вот такое радостное народное единение, как это вот в фильме «Ирония судьбы» есть, у нас такая традиция, мы ходим в Баляне, 30 лет ходят, я, значит, хожу в прорубь, но я стараюсь выбирать разные проруби, то есть я и Кислуха, Санникова, там, Катунь, Сорочилок, на Аби была, вот однажды был день, когда я как царь вот этот горох окунулась аж в три проруби, но это не потому, что я, ну, хотела какое-то чемпионство сделать, просто так случилось, мы однажды, мы приехали с фотокором нашим сначала в Кислуху, вот, там с монахами, монашка, я помню, так закунается в эту прорубь, говорит, сестры, давайте омоемся вот этой водицей, чтобы морщин не было, ну, после этого мы окнулись, сама атмосфера заставила, да, вот это, мы приехали, значит, окнулись там, значит, под звон колоколов с монашками там, потом приехали в Санниково, и там сделали, купили на Лосихе, и вот там был крестный ход среди ночи, и мы тоже приехали про это писать, ну, думаешь, ну, вот же, как красиво, ну, не закнуться ли еще, вот, что называется, сам Бог велел, здесь, значит, мы, короче, закунулись, ну, и вечером я поехала это дело отмечать с друзьями рядом с Покровским собором, а рядом с Покровским собором у меня живут друзья, которые несколько лет назад, у них там пруд во дворе, они прорубили прямо свою купель, там, кстати, караси, даже из базара купленные, они там плавают, только которые разрешаются их есть, и вот я приезжаю, и они там начинают с азартом нырять, ну, когда ты снова сидишь, и я, значит, еще и третий раз в этой проруби окунулась, и вот так у меня было три чана, три молодельных яблока. А в этом-то году какая прорубь? В этом году мы едем завтра, несмотря на вот эту погоду, вот, с Олегом Станиславовичем Кладовым, нашим фотокором, мы едем в Санниково, вот, едем в этот Первомайский район, потому что там хочется посмотреть, там еще сделали еще одну купель, прямо в храме крестильную, там те, кто боятся холода, могут окунуться там. Ну, а мы пройдем вот этим крестным ходом, мы, значит, правда, говорят, там такой крестный ход, я даже однажды наблюдала, там несколько батюшек идут с хоругвями, а за ними огромная такая, как елочная, огромная гирлянда вот этой машины, то есть со всего Барнаула, так как ночью-то мало кто купается, вот они туда приезжают, и они едут, 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 и приезжают, наконец, к Лосихе, и там начинают окунаться. Мы, это, да, это будет какое-то повторение, мы там уже были, но вот поедем нынче туда. Ну, твое отношение к празднику мне более-менее понятно. До начала интервью мы вышли на улицы Барнаула и спросили простых прохожих, как они относятся к чину омовения в купеле, ну, как бы приветствуют этот обряд или нет, что-то вообще думают, давай посмотрим. А вы будете в проруби купаться? Нет, вы что, я боюсь, я уже старенькая. А хотели бы? Да, всю жизнь мечтала попробовать. А что это, как вам кажется, что это значит? Ну, не знаю, традиция, наверное, такая. А в силу воды верите? В силу воды, да. Я и в Бога верю, в силу воды верю, во что-то надо верить. А что это для вас значит? Ну, это такая, знаете, философия большая, потому что, ну, во-первых, я верующий человек, да, вот, ну и как бы все с этим связано. А верите в отпущение грифов, хоть частично после этого? Да, навряд ли, наверное, совсем другое. А вы прежде окунались? Да. Много раз? Ну, достаточно раз, десять, наверное. Я не хожу, но приходилось, но мероприятия такие я уважаю. А что видите в этом? Какой смысл, значение? Ну, значение это же исконно, так сказать, российское наше. Вот именно то, что вот в Сибири, в России крещение празднует. Ну, как бы это давно заведено, так. Ну, а какая-то сила крещеной воды или прибавление веры, что-то такое чувствуете? Возможно. Словами не описать. Вы верующий человек? Да. Ну, а вы какой-то смысл в этом видите, в купаниях таких? Ну, лично я не особо вижу смысл. Именно в окунании в реку или еще куда-то. То есть к вере это ничего не прибавляется, в вашей точке зрения? Нет. Ну, вот мне все же хочется вернуться к первой героине, которая сказала, что верю, но никогда обряд это не совершала, потому как боюсь. Твои друзья поддерживают вот это увлечение? Присоединяются ли к твоему хобби? Да, присоединяются. И даже те, кто не нырял до этого, ну, нырял я. Ну, удалось ли кого-то из редакции перетащить? Из редакции у нас запоминающий был Дмитрий Юнешин. Он сейчас уже в Новосибирске работает, но он говорит, нет, нет, я никогда. Он такой бледненький, глаза такие, я пойду только-только-только на вас посмотрю. Мы ездили вот в заопе, где спасатели там ныряют в яхт-клуб. И вот он поехал посмотреть, но ведь посмотрел и решился, и потом я видела его глаза. Он такой, ну, надо же, я даже не представлял, что так классно, какой кайф после этого. Марина, давай в завершении нашей беседы несколько советов людям, которые вот посмотрят, возможно, наше интервью. У них тоже загорятся глаза, они захотят 19-го числа пойти в прорубь. Как нужно себя вести, вот, чтобы не набредить, что называется, здоровью? Да, я хочу сказать, просто я из всех этих лет, я только один раз заболела. И я расскажу, почему. Потому что это было на Аби, я вышла, и там же баньки, надо как следует обогреться. Или очень хорошо после этого сразу же, мгновенно одеться и погреться. И потом пошла вот пешком. Не надо идти после этого долго где-то пешком и с мокрыми волосами. Вот тогда можно заболеть. Если у вас какие-то вот сердечные болезни, тоже лучше не нырять. Вот, но если вы здоровый человек, если у вас есть азарт, если вы хотите... Какие-то самохащищения, да? Однажды я когда вынырнула с таким ужасным лицом, на фотоаппарат говорит, ну, точно, грехи, наверное, вышли. Может быть, они и правда вот так вот выходят. Но если тупо, то перекреститесь и ныряйте. Спасибо за эту интересную душевную беседу. Удачного вам обряда. Ныряния, да. Спасибо. А я напомню, что у нас в студии сегодня была Марина Кочнева, специальный корреспондент комсомольской правды Барнаул.